Добрый день! Выпуск городских новостей в эфире и с вами с места событий Владимир Горжонко. Пять лет назад крупнейший в стране орган государственного жилищного строительства подписал беспрецедентное соглашение, обязующееся исправить десятилетия бесхозяйственности и пренебрежения, которые вынудили тысячи жителей нашего города годами жить в ужасных условиях. Федеральное правительство подало в суд на жилищное управление Нью-Йорка после того, как следователи установили, что городские власти годами лгали об отсутствии свинцовой краски и других опасностях в квартирах, принадлежащих управлению, а затем внезапно согласилось урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. Некоторые наблюдатели утверждают, что соглашение оказалось провальным и не привело к существенному изменению структуры NYCHA, зато другие думают, что это создало прочную основу для реальных перемен, но в будущем еще предстоит проделать большую работу. И независимо от того, был ли это успех или провал, маловероятно, что в ближайшее время ситуация существенно изменится. Независимый наблюдатель начнет работать в следующем месяце после истечения первоначального пятилетнего контракта. Между тем, нынешний генеральный директор NYCHA Лиза Бова-Хиатт, в отличие от ее предшественника Грегори Расса, поддерживает идею работы такого наблюдателя и его сотрудничества с федеральными прокурорами Южного округа Нью-Йорка. «Я вижу выгоду от наличия наблюдателя и тесного сотрудничества с Южным округом», — сказала Бова-Хиатт. «Я считаю, что это соглашение дало нам возможность критически взглянуть на наши ключевые области и, что более важно, посмотреть на то, как нами управляют». Чиновники Нью-Йорка подтвердили запуск пилотной программы по предоставлению лицам ищущим убежища предоплаченных дебетовых карт. «Карты будут предоставлены первым 500 семьям с детьми для использования исключительно в супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса. В рамках этой программы город сотрудничает с компанией Mobility Capital Finance». В своем заявлении генеральный директор и основатель компании Волик Куаксум заявил, «Наша цель — расширить доступ к финансовым ресурсам для людей, не имеющих возможности пользоваться принятой у нас банковской системой, таких как лиц, ищущих убежища. При этом мы, несомненно, способствуем стабильности местной экономики. Для меня большая честь быть частью этой программы и иметь возможность приветствовать и поддерживать просители убежища в то время, когда они только начинают пускать свои корзни в нашей стране». Конец цитаты. Чиновники говорят, что данная программа сэкономит городу 7,2 миллиона долларов в год. Мэрия называет эту программу «более экономически эффективной пилотной технологией по распространению предоплаченных карточек среди лиц, ищущих убежища, для приобретения продуктов питания и детских товаров, вместо нынешней городской системы предоставления коробок с нескоро портящимися продуктами семьям мигрантов, проживающим в нашем городе». И еще о мигрантах. После того, как мигранты, обвиняемые в нападении на офицеров полиции Нью-Йорка на Тайм-Сквер, были освобождены без залога, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк столкнулся с серьезной критикой по поводу того, как велось это дело. «Хотя видео и шокирует, но для того, чтобы добиться обвинительного приговора в суде, важно, чтобы мы точно идентифицировали каждого обвиняемого», – подчеркнул Брэк. Напомню, что двое сотрудников полиции Нью-Йорка подверглись нападению со стороны группы мужчин, когда они пытались разогнать беспорядочную толпу возле городского приюта для мигрантов на Тайм-Сквер. Чиновники заявили, что большинство из нападавших – это мигранты. Семь из тринадцати предполагаемых нападавших были арестованы и обвинены в нападении на полицейских, и только один из них содержится в тюрьме на Райкерс-Айленде. Официальные лица заявили, что остальные преступники были освобождены без залога. «Моим приоритетом номер один является защита жителей этого штата, и нападение на полицейского – очень серьезное правонарушение», – заявила по этому поводу губернатор Кетти Хокул. Ранее, на прошлой неделе, Хокул говорила, что подозреваемых следует депортировать. «Для этих лиц должен быть установлен залог. Было совершено серьезное преступление, и я не понимаю, почему залог не был установлен», – заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс. Полиция Нью-Йорка отказалась от услуг скандального робокопа в метро на станции Тайм-Сквер. В течение двух месяцев роботу яйцеобразной формы, больше похожему на мусорный бак, поручали патрулирование станции метро Тайм-Сквер вместе с полицейскими из плоти и крови. Однако газета Нью-Йорк Таймс не нашла никаких доказательств того, что робот, теперь запертый в пустой витрине метро, делал что-то большее, чем просто подключался к зарядной станции. Сторонники технологии ботов говорили, что робот снабжен камерами слежения и кнопкой, которая позволяла жителям Нью-Йорка позвать на помощь реального человека, но многие были в разной степени язвительны и довольно скептически настроены. А адвокаты общества юридической помощи, которые выразили обеспокоенность тем, что полицейские роботы полиции Нью-Йорка нарушают закон о технологиях наблюдения, были просто обрадованы отмене использования этого робота. «Робот в метро Нью-Йорка – это совершенно ненужные расходы и общественный трюк, который не служит никакой законной цели соблюдения безопасности», заявил Шейн Ферра, штатный юрист отдела цифровой криминалистики. На прошлой неделе город опубликовал новые правила, касающиеся обедов на открытом воздухе, и снова разрешил торговлю алкоголем на пароме, идущем из Манхэттена в Стейтен-Айленд. В соответствии с окончательными правилами, которые были обнародованы городскими властями в конце прошлой недели, размещение ресторанных столиков на городских тротуарах без специальных навесов, которые были построены в годы пандемии, будет разрешено 8 месяцев в году. Это будет крупнейшая в стране программа обедов и ужинов на открытом воздухе, сказала заместитель мэра Нью-Йорка Мира Джоши. Но, несмотря на то, что эта новость, безусловно, обрадовала владельцев ресторанов, они хотят, чтобы законодатели рассмотрели принципиальные изменения в предложенном законопроекте, связанном с учетом чаевых в заработной плате наемных работников. По мнению большинства экспертов, предлагаемый отказ от чаевых будет просто катастрофой для этого бизнеса. По крайней мере, так считают 88% опрошенных владельцев ресторанов. Это было все к этому часу. С вами с места событий специально для РТН был Владимир Гржонко.